Ну что, ребят, всем привет! Не могу не похвастаться еще одной монетой из закрытого клуба. Самое интересное, что монетки из закрытого клуба стреляют, вот. И действительно, можно было забрать вплоть до 2х профита по монете Акро. Ну и, соответственно, сейчас в моменте около 70% я давал рекомендацию, можно было, соответственно, выйти по 80%. Если, в принципе, вы смотрите этот ролик, у вас есть данная монета, в принципе, вы можете забрать 2х, если бы заходили вместе с нами. Опять же-таки, какие дальнейшие цели там и так далее, по данной монете я это также отписывал уже в закрытом клубе. По поводу, соответственно, ситуации на рынке, это у нас 53% у нас синдекс страха и жадности. И у нас говорит CoinMarketCap, что капитализация рынка криптоактива упала на фоне негативных новостей. Ну, капитализация, понятное дело, это имеется в виду цена, но, опять же-таки, говорят у нас, что типа рынок весь упал, потому что взломали какой-то там DeFi проект у нас Curve Finance, ну, то есть Curve DAO Token, да, CRV. И, ну, опять же-таки, ну, не какой-то, да, многие знают его, но самое интересное, при чем тут вообще, скажем так, второстепенный альткоин, который никак на рынок абсолютно не влияет, живет своей жизнью. И также у нас на фоне падения ликвидности платформа AIF. Ну, то есть, если посмотреть, что у нас происходит, у нас вообще нихера не произошло, то есть у нас взлетела монета ACA, у нас, получается, биток как торговался, так и торгуется, ну, на низкой волатильности. Те сходили и побыли шарты, вчера выкупили очень мощные его избыли лонги, и, соответственно, давайте глянем, что у нас по AIF и монете CRV, то есть ничего абсолютно не происходит, то есть у нас AIF продолжает так же снижаться, как и снижался. Вот, вчера его что-то попытались выкупить, но, как мы видим, безуспешно, и, соответственно, сегодня у нас, давайте посмотрим, что происходит по монете CRV, и то же самое снижение продолжается. Но, вчера данную монету мощно выкупали. Опять же-таки, посмотрим, куда она может сходить. В принципе, по поводу рекомендаций докупать, либо не докупать, так же отписал в закрытом клубе по данным монетам. Вот, далее, по поводу, давайте глянем 1 инча и остальным монетам, которые у нас показывают, может быть, какие-то как индикаторы, да, по этому 1 инчу бейт лонги, в ходе, когда на снижение продолжается. Но снижение продолжается, потому что у нас доминация подросла, да, и из-за этого, естественно, у нас произошел здесь небольшой памп, да, скажем так, по доминации. Ну, не то чтобы памп, но вы поняли, подъем небольшой здесь на около 1%, и поднялись мы, получается, выше, естественно, давайте глянем скольки, выше 50%. Я не знаю, почему показывают 25%, а это видно у меня эти... Да, вот, теперь нормально. Вот, не то было включено. Соответственно, по поводу остального, доминация битка сейчас около 50%, доминация эфира около 20%, и у нас говорят, что будут 3-4 криптолюты листинг на Binance Японию. Я думал, где листинг, но все-таки листинг. И давайте глянем полный список. Это у нас, естественно, как бы говорят, опережает конкурентов японских, таких как Битбанк, GMO и Coincheck, и включает Биткоин, Эфир, Кардана, Binance Coin, естественно. И получается, что у нас еще разные технологии Web 3.0, ну, а по поводу полного списка я пока что не заметил. И говорят, что Binance Coinbase могут предоставить Японии установленной правовой базой возможность укрепить свою позицию страны, дружественная криптовалюта. По поводу ликвидации. У нас в ликвидации произошло 50 миллионов по Биткоину, соответственно, 18 миллионов по Эфиру, и, как мы видим, естественно, вчера были ликвидации у нас на 55 миллионов суммарные, 74, получается, лонгов, 55 миллионов шертов. Вот, самое интересное, давайте глянем по Эфиру Биткоин, самое забавное, что у нас было. И, кстати, по поводу монеты сервии в том числе, давайте посмотрим, я вам покажу. Ликвидации у нас продолжаются. И, кстати, у нас монета Акро также подлетела на ликвидациях шертов, то есть у нас самая рекордная шерта за последние, там, условно, полгода, да, и, соответственно, на 558 тысяч долларов. Вот. И, в принципе, по поводу, давайте глянем, доминация эфира, что у нас происходит не по поводу доминации альтов. В целом, доминация эфира продолжает снижаться, доминация BNB, то есть, терпит какую-то небольшую коррекцию. Давайте посмотрим, что у нас по поводу остальных альтов. Вот. У нас выше пока что не пускают. 10%. И, в целом, у нас еще не закрыт вот этот гэп в пасте аллигатора, так называемое, да. Потом, соответственно, Binance Futures. Что у нас тут гэп и есть? Нету. Сбрели шерты, как видим, по поводу фондового рынка. Давайте посмотрим, что происходит. Фондовый рынок продолжает перейдеть наверх. Ну, пока что ничего такого интересного не произошло. По поводу индекса доллара, на удивление, он растет. И крипта, некоторая выстреливает, ну, в большинстве случаев стоит на месте. USDT тоже удерживает. То есть, опять же таки, пока что перелив идет в стейблы. И это говорит о том, что у нас альта может дальше снижаться. Поэтому имейте это в виду. Посмотрим за ситуацией. Давайте глянем, что у нас еще. По некоторым монетам нашим индикаторам. Алгорян, кстати, продолжает снижаться. И пытаются все-таки закрепить его ниже 11 центов. Но пока что безуспешно. Далее, по поводу Zcash. Тоже берет лонги вот эти, которые я предупреждал, чтобы сберется по дэшу. Они и так уже сберлись. Мы идем вниз. У нас, кстати, образовывается такой вот нисходящий каналчик. И, соответственно, давайте покажу вам. Вот такая вот формация у нас. Далее, по поводу Monero. Ну, естественно, живет своей жизнью. 160 баксов. Как стоял, так и стоит. Его ниже не пускают. Пока что пытается он упасть. Но пока безуспешно. Bitcoin Cash. Далее, глянем. Не пошел он наверх. Даже несмотря на вот эту консолидацию, выше его не пустили. Пока что у него модель больше шартовая. Далее, EOS. Тоже самое. Вот эта формация я предупреждал, что будет у нас бриться. Давайте глянем, вроде интереса, что у нас по Stellar. Weepa XRP. То есть, многие на них молятся, что типа там все. Идем to the moon. Из этого клина мы выходим вниз. О чем я предупреждал, что сил наверх идти у нас нету и объемы понижены. Ну и, в принципе, вот эта лонговая формация в районе 70 центов также у нас бриться. Поэтому такие дела. Всем удачи и всем пока.